начинаем минутки на то чтобы присоединиться и погнали у вас сегодня отличные вопросы прямо темы будут разные знаете как то вот очень интересно что хоть не так уж много о ней говорю так ну что горячий разбор поехали напомню 1 2 недели по четвергам я отвечаю на ваши вопросы которые вы задаете форму да те кто те кто хотел задать анонимно задали форму те кто ничего не видит смысла в анонимности тут может задавать прямо здесь и сейчас может писать сюда и здесь тоже здесь у нас чуть ли не пять вопросов подряд про отношения с мужем читаю с вашей рекомендации эмоциональный интеллект очень супер так много ответов да много ответов голом голом обязательно всем прочитать кому кому важна эта тема книга не новая книга 95 год и будет там все хорошо и еще одна кстати говоря родителя могу посоветовать годмана деклер эмоциональный интеллект для родителей еще есть эмоциональный интеллект российская практика не помню кто написал того есть смысл посмотрите если интересует а здесь очень важная история важно то что эмоциональный интеллект классно чтобы напомнили мне эту тему эмоциональный интеллект это умение распознавать свои эмоции управлять ими и распознавать и управлять эмоциями других людей понятно да то есть если путем двух словах умение понимать то что чувствуют чем руководствуется другой человек ну и соответственно выстраивать с ним коммуникацию. Ну что, первый вопрос. Взаимоотношения с мужем. Нарушаем границы друг друга и осознаем это прекрасно, но во время конфликта позволяем их нарушать. Расставаться я не хочу, да и муж не хочет. Иногда мне кажется, что у нас отсутствует уважение к друг другу. Скажите, пожалуйста, это и есть токсичные отношения, и я хочу это исправить. Вместе 5 лет. Сегодня еще будет вопрос про созависимые отношения, и я начну отвечать сразу на два. Вот смотрите, когда есть какие-то неурядицы, когда есть какие-то такие заметные проблемы, когда вы знаете, что что-то не так, но не прикладываете никакого усилия для того, чтобы их устранить. Что это означает? Это означает, что, во-первых, вам там нормально. Да, то есть несмотря на то, что периодически вы накаляете обстановку, и оба в этой обстановке нормально себя чувствуете, а то, что вы там нормально себя чувствуете, об этом говорит то, что вы достаточно долгое время в этом находитесь. То, что вы не расходите, да, то есть уже созависимость существует, конечно же это вот, ну что такое сегодня, я не могу никак сесть. Чувство страха, да, то есть не хочет, чувство страха перед изменениями, вам не хочется ничего менять, то есть нормально все, вам там достаточно хорошо. Размытые личные границы, то есть о чем это говорит, что у вас нормальные такие созависимые отношения, да, конечно же они в том числе являются токсичными, и что с этим делать. Вот вы сейчас очень прекрасненько удовлетворяете невроз друг друга, да, то есть вы по своим причинам находитесь вот в этих отношениях, сидите там, и с большой долей вероятности предположу, что это связано с тем, что у вас в семье, у каждого из вас, были какие-то похожие сценарии, вы сейчас по ним ходите, по этим сценариям, и вам в них привычно, да, мы очень часто привыкаем находиться в каком-то даже не очень хорошем сценарии, когда отношения выстраиваются, ну, в родительской семье имею в виду, отношения выстраиваются криво, косо, не очень, там, плохо, но вы в ней привыкли, то есть вам эта ситуация знакома, и вы по похожему сценарию начинаете строить свою семейную жизнь, да, то есть, да, вы там травмированы, да, это не очень хорошо, но вместо того, чтобы идти к психологу, вместо того, чтобы идти минимум в марафоны и начинать там работать, вы находитесь в человека, который нормально встраивается в эту ситуацию, почему вам обоим нормально? Вы ругаетесь, нарушаете границы, скандалите, не знаю, там, доходит до рукоприкладства или нет, надеюсь, что нет, но, тем не менее, бывает и такое, и люди там тоже существуют и говорят, да, нам нормально, нам нормально. Вчера смотрела, где-то листала, где-то мне попалось выступление юмориста, стендап, да, не помню, как зовут, и там коротенький отрывок, и там он рассказывает о том, что увидел как-то на светофоре парень ударил девушку, и сильно ударил, и начали, ну, это смешная, да, сценка, чтобы вы понимали, и люди начали, он подбежал, и тот парень закричал спокойно, это моя жена, спокойно, ничего плохого не происходит, то есть у нас такие перекосы случаются, и, ну, как бы, и люди существуют в этом, и люди в этом тоже существуют, да, то есть в любой плохой ситуации, если она является привычной, вы будете существовать, если человек в нее встроился, если в ваш сценарий он вписывается, да, для кого-то эта ситуация может быть неприемлема, ну, просто невозможно, я не буду в ней существовать, я не буду в этом жить, и он об этом, человек об этом заявляет, выходит из нее, ну, потому что у него этого не, у него нет потребности удовлетворять никакой невроз, да, ему это не нужно, поэтому он там не сидит, он из этой ситуации выходит, либо, если есть хорошее отношение, да, пытается вот каким-то образом сначала навести в них порядок, если нет, он очень быстренько, очень быстренько выйдет. Что делать вам, разобраться, вам вообще, вам нужно действительно менять отношение? Если вам на самом деле нужно, я бы сильно порекомендовала пойти либо в марафоны, либо в терапию, и лучше, наверное, в семейную терапию, да, если вы на самом деле... Так, а что у нас там? Сейчас откроем. Да, расставаться я не хочу, да, и муж не хочет, иногда мне кажется, что у вас присутствует уважение к друг другу, у вас присутствует уважение к тому состоянию, которое вы удовлетворяете. Вот и все. Хотите, чтобы... хотите получить какой-то ярлык? Пожалуйста, созависимые отношения, токсичные отношения нужно решать. Если вы хотите продолжать дальше строить семейные отношения и растить здоровых детей в этих отношениях, здоровых психических, я имею в виду, психологических здоровых детей, да, вам нужно с этим работать. Разберетесь в марафонах, вы молодцы, не разберетесь. На самом деле бывают очень сложные ситуации, и я не всем подряд говорю, что нужно идти в терапию, но вот прям подумайте, прям подумайте. Либо начинайте... что вы можете со своей стороны начать делать? Со своей стороны вы можете начать... Опять же, вам, скорее всего, лучше получить какую-то консультацию, либо в марафоне поработать. Но начинайте менять сами эти отношения. Начинайте... Начинайте отстаивать свои личные границы. Не лезьте в его личные границы, да. То есть вы же то же самое делаете. Вы делаете то же самое. Почему... Почему он играет в эти игры, да, потому что вы играете, а вы играете, потому что... Потому что играет он. В этом и смысл созависимости, да, что вы вдруг... Вот так вот, да. И вам там обоим хорошо. Начинайте вы. Раз вы пишете, значит, скорее всего, у вас достаточно высокий уровень осознанности этой ситуации уже присутствует, да. И с этого нужно начинать. Начинать выстраивать, начинать менять свои модели поведения. Начинайте с того, чтобы замечать, где и когда вы нарушаете... Где и когда вы нарушаете его личные границы. Когда вы это делаете. Понимаете, да? То есть сначала вы начинаете отслеживать, потом вы начинаете вести себя по-другому. Возьмите, кстати, эмоциональный интеллект. Тоже вот хорошо, что напомнили о хорошей книге. Вот теперь буду к ней весь эфир возвращаться. Почитайте. Там очень много ситуаций, которые вам... Которые будут вам в помощь. В любом случае, да, начинать нужно с того, чтобы меняться самому. Очень... Несколько раз сегодня я это произнесу, поэтому готовьтесь. Те, кто писал вопросы, да, я буду говорить о том, что вы не можете повлиять на другого человека. Не можете. Оставьте эту иллюзию. Не будет такого, что по вашему велению изменится другой человек. Нет. Вообще нет. Сначала меняетесь вы. Сначала меняете вы свои модели поведения. Сначала вы меняете отношения к себе. Сначала вы меняете... Разбираетесь со своими личными границами. С уважением... С отношениями с этим человеком. С уважением его личных границ. Сначала меняете... Определяете, выстраиваете, где для меня допустимо, где недопустимо. Если уж на то... Если вот так узко брать. И тогда уже начинает меняться. Если бы вам было невыносимо, то в этих отношениях вы там не сидели, правильно? Значит, вам нормально. И когда вы начнете изменять вот эту степень нормальности, тогда и он начнет меняться. Эмоциональный интеллект. Голлман. Сейчас нет под рукой. Я вам показала. Где-то он у меня здесь. Голлман. Классика. Эмоциональный интеллект. Он прям вот сам первый попадется. Вводите. И все будет хорошо. Дальше. Это другой вопрос, но как будто продолжение. Я чувствую, что ответственность на мне практически за все в семье. Мужу комфортно, что решение принимаю я. Иногда он даже перекладывает на меня ответственность, возможно, неосознанно. Я не хочу быть ему мамочкой. Что я могу сделать, чтобы не принимать на себя ответственность за вопросы, которые меня не касаются? Не принимать ответственность за вопросы, которые вас не касаются. Все очень просто. Начинать отдавать эту ответственность ему. Так, мне там мой муж не слышит. Что значит отдавать ответственность? Приходит ко мне, не так давно была муж, с вопросом по детям. И говорит мне о том, что вот есть такая проблема, как бы ты ее могла решить? Я говорю, тот же вопрос. А как ты себе видишь решение этой проблемы? Дети общие, твои, мои. Ты как? То есть он предлагал, чтобы я решила это самостоятельно, потому что там вопрос был, нужно было действительно решать. Я говорю, нет, нет, нет. Давай-ка обсудим, мы вместе примем это решение. Абсолютно спокойно. То есть вот этот вопрос, я его решать не буду. Давай-ка либо ты его забирай, это твоя ответственность. Если вы об этом говорили, если не говорили, начинайте говорить. Почему нет? Вот этими делами я буду заниматься, этими делами я не буду заниматься. Почему? Потому что у меня вот это, вот это, вот это, вот это. И я тебя не рожала. Можете прямо сказать это вслух, почему нет? Я тебя не рожала. Вы ответственны, девчонки, мамы и жены. Вы ответственны только за тех людей, которых вы родили. Ну и за себя, естественно, в первую очередь. Вы не ответственны за другого взрослого человека. Вы не обязаны быть ему мамой, на самом деле. Во-первых, с мамами не спят. Во-вторых, на маму много чего навешивают, какие-то другие задачи, которые вам на самом деле не нужны, по большому счету. Если вам хочется играть в эти игры, играйте. Но раз человек недоволен, значит, скорее всего, все это надоело. Предположу, предположу, что вы в какой-то момент действительно начали на себя брать какие-то решения, брать какую-то ответственность, которую с радостью или не с радостью, но вам ваш муж прекрасный отдал. И теперь дальше уже, естественно, зачем ему это брать? Ему комфортно, что вы на себя это забрали. Ну, то есть ему нормально. Если вы какие-то вещи делаете, решаете, так ему в этом хорошо. Поэтому начинайте разговаривать. Вот смотри, я это сделала, но я это тащить не хочу и не могу, потому что у меня нет на это ни сил, ни возможности и нормально об этом разговаривать. Нормально говорить, что я не хочу быть тебе мамочкой, я не буду этого делать, мне это не устраивает. Как ты рассказывала, у меня был такой момент, на самом деле, когда я поняла, похожая была ситуация, ну, не один в один, но я поняла, что какие-то вещи я на себя взяла излишние. То есть, ну, что я действительно начинаю немножечко уходить, ну, не прямо в мамочку, но какие-то вот... И я начала об этом говорить. Я говорю, слушай, вот это я делать не буду, вот это я делать не буду, давай сам. Вот я тебе показала, как лучше делать, хотя у меня очень ответственный муж, и, в общем-то, это не его сценарий, но тем не менее. В какой-то момент был небольшой перекос, и я очень быстро начала это озвучивать. Начинайте разговаривать. Нет ничего проще, если уже, если с вами не хотят разговаривать, если вы говорите, а с вами этот вопрос, человек отказывается решать и говорит, нет, это мне не нравится, тогда уже другой вопрос. Но если вы ничего не говорите, если вы даже просто не назвали эту проблему, ну, как бы, странно, скажите вот все, что вы написали, скажите своему мужу, и посмотрите, что из этого получится. Так, одну секунду. Я часто говорю о том, что словами через рот оно получается очень действенно. Начните. Знаете, очень... Если ты не привыкла делать, я знаю, что сложно начать, правда. Но потом, как разойдетесь, за уши не оттянешь. Разговаривать нормальными человеческими словами. Говорить о том, что мне вот так не нравится, а вот так я бы хотела, да. Может быть, давай попробуем сделать так, чтобы мне было хорошо. Это, кстати, про личные границы. Да, как отстаивать личные границы. Начинайте. Если вам важно, если вы будете сидеть в этом, то тот другой человек будет понимать, что вам в этом нормально. Понимаете, такая штука, что у нас есть ощущение, что другие люди нас понимают, наши намеки, и, может быть, даже чувствуют, как нам хорошо. Нет! Забудьте эту иллюзию. Другие люди нас не понимают, намеков не видят, потому что они заняты собой, они заняты своей жизнью. Поймите это правильно. Это неплохо. Это нормальная история, что тот другой человек занят собой. Поэтому расскажите. Вот мне так ок, а вот так не ок. Я вижу решение этой проблемы вот так вот. А ты, как видишь, согласен со мной или согласна там, да? Либо мы что-то по-другому сделаем. Если тебе не нравится вот мое видение, решение, мое решение проблемы, окей, предложи свое, давай обсудим. И вперед! Опять дальше. Третий вопрос про отношения с мужем. Я говорю, у нас как-то вот одно к одному сегодня. И это здорово. И это здорово. Значит, мы на одной волне. Напоминаю, что вы можете писать сюда тоже вопросы. И следующий эфир, разбор ситуации, будет через две недели. Мы здесь разбираем анонимно. Мы разбираем так, чтобы это было полезно каждому. Потому что во всех этих ситуациях, вот я две прочитала, очень много, я точно знаю, что многим отозвалось. Вот прямо многим. Почему? Потому что нас не учили разговаривать. Нас не учили говорить с мужьями, с женами о том, как нам ок, как нам не ок. Нам говорили, что нужно потерпеть и стерпиться, что нам говорили. Вот это вот все, это нам, пожалуйста, нам. Быть удобной, раз человек тебе так говорит, надо подстроиться, ему же сложнее, еще что-то. А разговаривать нас почему-то не учили. Третье. Не могу разобраться в отношениях с мужем. Следующий запрос опять про отношения с мужем. Каждый наш разговор чаще переходит в выражение претензий. Муж говорит, я хочу, чтобы ты стала лучше, чтобы ты была такой-то. Я же говорю, нас этому учили. Я же, так, я же это для тебя хочу, чтобы ты стремилась выглядеть лучше, стройнее, волосы длиннее, красилась вон, как та или та. Общая знакомая девушка. Я отвечу, почему я должна этого хотеть? Если я хотя бы один фунт сделаю, все равно останутся претензии, и ты будешь меня, как уху, стараться изменить к лучшему. Обидно, что за 11 лет совместной жизни все меньше и меньше слышу добрых слов и отзывов от супруга. Точнее, совсем не слышу. Молчу про слова любви. Надеюсь, свадьбе предложил сказать тост, я решила, что хочу сказать ему о нем, о своей благодарности, какой он у меня замечательный, про себя не услышала ни одного слова. Немного осадок остался, как будто пустое место в его жизни. Понимаю, что это скорее моя претензия, и надо собой заниматься. Нет. Вот здесь нет. Здесь не про то, что заниматься собой. Здесь про то, что я сказала чуть выше, чуть раньше. Здесь про то, что нужно разговаривать. Вообще, вот такие ситуации случаются, когда есть определенная зависимость от мужа. Я поэтому всегда говорю, что женщина должна иметь свое дело. Женщина должна быть чем-то увлечена, в идеале зарабатывать какие-то свои деньги, иметь свой источник дохода. И вот честно, для меня загадка, почему очень много взрослых по паспорту девочек говорят о том, что я сейчас наколдую, пусть он меня обеспечивает и так далее. И потом в 45 лет девочки переживают, то есть случаются ситуации, когда оказывается, что никто не обещал тебя содержать вечно, и человек оказывается после развода либо там какой-то еще случай, в одиночестве, без денег и без понимания, где эти деньги буду брать. Правда. То есть, опять же, смотрите, я сейчас разбираю ситуацию, не знаю ее, предполагая различные варианты, которые могут здесь иметь место быть. Мы разбираем не все попадя в точку, но что-то точно будет про эту ситуацию однозначно. И те варианты, которые будут около 100% будут полезны тем, к кому они относятся. Продолжаем. очень часто мужчины начинают себя в браке вести так, когда есть определенная зависимость, чаще всего финансовая. Вот именно поэтому я и говорю о том, что странно, когда ты в такой инфантильной позиции находишься и думаешь, что как-нибудь оно там само, и мужик зарабатывает, а я просто есть. Это не совсем честно по отношению к себе, по отношению к своему будущему. Поэтому если про зависимости финансовые это ваша история, то точно нужно подумать. ну муж, конечно, да, молодец. А вы-то что хотите? На самом деле, что вы хотите в этих отношениях? Здесь понимаете, в чем дело? Хотите подстраиваться, хотите меняться, это на самом деле путь в никуда. Да, вот вы правильно заметили, что вы говорите о любви, а он-то не говорит. И будем честными, с любимыми людьми так не разговаривают, правда. Да, с любимыми людьми немножечко все-таки другую позицию занимают. Поэтому здесь я бы вам очень порекомендовала подумать о том, ваши отношения вообще про что. Да, а не про то, что у вас партнерская какая-то история, или все-таки вы находите сейчас отвечу на вопрос, потом на то, что вы пишете. Или это какая-то другая история. Вот есть ощущение, что вас как равного партнера не воспринимают. Вас воспринимают, как вы знаете, отношения сверху снизу, вы находитесь снизу, потому что вам указывают, вам говорят как нужно, вам говорят как я хочу. Длиннее волосы, ну, девчонки, чтобы в этих отношениях, чтобы вообще в отношениях говорить, вот я хочу так, вот я такой человек, я из этого хочу строить. В отношениях нужно иметь опору на себя, финансовую опору, внутреннюю опору, психологическую гармонию, стабильность внутри. Потому что если так отношения развиваются, то, опять же, почему я предполагаю о какой-то зависимости, когда есть опора на себя, то вы не позволите с собой так разговаривать. вы не позволите. Честно, мне странно. Мне очень странно слышать. Ну, нет, не странно, конечно. Эти ситуации тоже, блин, они частые. Я сказала странно, я не права, конечно. Эти ситуации часто повторяются, но, возможно, в ваших отношениях вы их однозначно видите по-разному. и с большой, опять же, долей вероятности, если вы начнете разговаривать про отношения, то муж то с вами разговаривать не станет. Поэтому формируйте опору на себя во всех смыслах слова, и тогда вы хотя бы сможете об этом говорить. Ну, как-то так, сейчас у вас отношения не партнерские. Нет, это не партнерская позиция. Абсолютно точно. Я думаю, что вы сами это видите. Хочу войти в новые отношения, поняла, что не хочу быть одна. После ваших эфиров нашла у себя страх. Я думаю, что я провожу эфиры с тем, чтобы вы страхи свои прорабатывали, а оказывается, что я способствую тому, что вы их находите. Нет, это шутка, конечно. Понятно, что вы заглядываете внутрь себя и видите, что это вас останавливает. Работаю над этим, видимо, не дорабатываю. С момента разрыва токсичных отношений прошло два месяца. Может, посоветовать какого-то автора, я вам посоветую заняться собой. Закончить отношения два месяца назад и пытаться ухнуться в новые. Займитесь своим настроением, своим здоровьем. Начните заниматься своей энергетикой. А отношения, вот знаете, это же как... ну только одно сравнение мне лезет в голову. Когда начинаешь заниматься сексом и очень напрягаешься и думаешь, что там как бы получить оргазм, то не факт, что будет хорошо. Нужно расслабиться и отпустить. Все будет классно. Поэтому здесь то же самое. С вами все хорошо. Дайте себе отойти от этих отношений. Знаете, есть круг вселенских изменений. И вот этот круг вселенских изменений, он начинается так. У меня есть рисунок или нет у меня этого рисунка? Кстати, есть у меня где-то под рукой. Это вот к слову сказать о том, сколько консультаций у меня. Сейчас уже скоро буду, наверное, запись даже закрываться. Посмотрим. Сейчас. Собственно, чего хочу. Здесь у меня был круг вселенских изменений нарисован. Хочу вам показать и рассказать, что это означает. Почему вам сейчас нужно заниматься собой? А, вот он. Тут написано непонятно, я вам на словах расскажу. Все отношения и вообще любой проект развивается по спиральному, ну, в общем, по кругу. То есть, есть вот круг. это из реальной консультации, поэтому я убрала, закрыла тут то, что для меня. Начинается любой бизнес, отношения, любовные, дружеские, все. Начало, да, просто я должна прочтить. Начало. это старт отношений. Знакомимся, как зовут, какие привычки, какие интересы, принюхиваемся друг к другу, да, бизнес то же самое. ты начинаешь настроить отношения с того, что ты каким-то образом себя презентуешь, там, да, то есть, знакомство. Начало. Если там в любви это вот цветочки, знакомство, самые первые цветочки. Ага, да, спасибо, дорогая. Инстаграм Юлии Ковалевской у меня, то есть, вот он здесь в отзывах, в отзывах, в комментариях. И следующее, какая стадия развития отношений? Следующая стадия развития отношений это развитие отношений. Прямо так и написала, то есть, в любви, там, это ресторан, это там, свидание, знакомство, проводить девушку до квартиры, там, или до дома, там, докуда, то есть, докуда провожают, начинается любовь, да, какие-то, все развивается. Если в бизнесе, да, то это формируется проект, там, бизнес-план, начинаем разрабатывать, несем документы в банк, ну, короче говоря, все завертелось. Дальше. Кульминация. Кульминация, развитие отношений и такая стабильная стадия, когда вы уже, например, живете вместе, когда у вас все хорошо, уже всем понятно, что вы пара, у вас все прям классно, замечательно, в бизнесе все, бизнес пошел, денежки потекли, рекой все классно, да, все тоже получается. Дальше. Что происходит? Могут ли отношения любые, да, развиваться, оставаться на этой высокой ноте навсегда? Нет. Не получается так, да. В какой-то момент и в бизнесе, и в отношениях наступает турбулентность. Турбулентность, начинаете немножко подряхивать, вы понимаете, что что-то вот где-то уже немножко не так, да, нужно, нужно уже как-то вот, мудрые женщины в этот момент начинают, начинают какие-то переменные, затевают ремонты, переезды, беременеют, еще что-то. Женщины, которые пока не понимают, что происходит, да, просто, что такое, было же все хорошо. Да, в бизнесе то же самое, тут какие-то конкуренты появились, да, как-то новые какие-то услуги, товары, бизнес мой вот по-другому начинает становиться другим, кризис, он поджимает, да, что-то надо думать, что-то нужно менять, и опять же умные предприниматели включаются, начинают как-то вот работать с этим. Дальше период хаоса. Переезд, разбомбили там квартиру, строителей завезли, ребенок родился, то есть все с ног на голову становится, какие-то перестройки в бизнесе, либо все начинает рушиться, да, то есть это если умный, умудренный опытом человек или знаниями на этой стадии находится, если это не так, то все начинает тут валиться, все начинает рушиться, в бизнесе какие-то там провалы, кассовые разрывы, там это не так, то не так, в отношениях куча претензий, дальше идет взрыв, да, когда просто бабах, и после взрыва наступает стадия обнуления, это последняя стадия, если в отношениях, да, вовремя включились, то все хорошо, выезжаем в новую квартиру, наслаждаемся и переходим в новую стадию, выстраиваем отношения, например, уже появился ребенок, все, нас встряхнуло, и в новых, в новых отношениях опять начинаем идти на этот круг, да, в бизнесе тоже, если вовремя перестроились, так, все выдохнули, начинаем все опять, вот, все по новой, если, 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 на этапе турбулентности не подключились, то здесь все рушится, и в обнулении, то есть, либо ты находишься один, одна, да, отдыхаешь на отношениях, приходишь в себя, либо в бизнесе, да, начинаешь искать что-то новое, потому что здесь-то все развалилось уже, ну, так тоже бывает иногда, и вот без этого периода обнуления, да, без этого сектора, в новые отношения любые лезть не надо, потому что это тоже должно происходить, заняться собой, помедитировать, по салонам красоты походить, купить себе что-то новое, пообщаться с подругами, потусить, то есть, сделать все то, что вы в отношениях порой не успеваете делать, восстановиться, и это не пара месяцев, это может быть дольше, пока вы не почувствуете, на самом деле, да, что, что вы спокойны, наполнены, что все хорошо, да, это если про отношения, ну, там про бизнес, честно будем говорить, ну, в любом случае, какую-то готовность подумать, побыть в одиночестве, да, какие-то новые идеи, вот этот период, он нужен, он прямо нужен, потому что пока вы, так, все, я отдохнула, я готова, пошла в бой, нет, не надо, никуда идти, да, расслабьтесь, получайте удовольствие, наслаждайтесь собой, и все сложится, когда вы, когда вы в хорошей энергетике, все складывается, замечательно, добрый вечер, добрый вечер, конечно же, далее, ситуация следующая, подруга требует моего, много внимания к себе, мне достаточно общаться, пару раз в неделю, я об этом честно и говорю, но это выливается в обиды, с ее стороны, когда я не отвечаю на ее сообщение, всю минуту, то в мою сторону летят претензии, что я не отвечаю, я отстаиваю свои границы, но, видимо, плохо, иногда я чувствую, иногда я ощущаю контроль и манипуляцию, помогите, пожалуйста, неужели нужно просто прекратить общение с человеком и игнорировать заранее, спасибо, да, вот это действительно такая жесткая манипуляция, когда подруга тащит волокет прямо в токсичные отношения, мне каким-то чудесным образом повезло, ну, опять же, повезло, и, наверное, ну, опять же, может быть, не стоит свои примеры сейчас приводить, да, у меня нет в моем кругу абсолютно таких ситуаций, потому что мы говорим об этом, да, мы говорим об этом и, более того, я сама вижу, когда я могу, например, удариться в манипуляции, я же тоже могу, я такой же человек, мы все в манипуляции впадаем, но когда я начинаю это отслеживать, я себя останавливаю, да, то есть я знаю, как нажать, но я этого не, когда я этого не делаю, когда я вижу, что я могу это сделать, я говорю, что это так, стоп, но не все так, поэтому здесь, на самом деле, один вариант действовать достаточно жестко, не, я так понимаю, этап разговаривать и объяснять уже пройден, да, если человек, на самом деле, не хочет, не хочет это делать, да, хочет сидеть в своей, вот этой вот, это очень, очень детская позиция, дай, 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 то есть это ее какие-то непроработанные сценарии, и она их реализовывает за счет, пытается реализовывать за счет вот этого общения, что оно дает, зачем оно нужно, зачем оно нужно или нужно, зачем эта ситуация необходима, чтобы что? Чтобы терять свои нервные клетки, потому что, на самом деле, это какая-то странная история, да, в подростковом возрасте нам кажется, что мы вот все, мы навсегда, а взрослая дружба, это все-таки дружба, которая с уважением к чужим границам, но без этого никак, то есть, понятно, что в подростковом возрасте ты вот так вот все эти границы, хочется быть ближе, подростки это и физическая очень близкая история, да, и психологически, то есть мы вместе, это другой период, а во взрослом состоянии это не нужно, и это даже вредно, да, то есть ты понимаешь, что тебя начинают от тебя отщипывать, отъедать кусочки, это зачем, чтобы что, поэтому я за то, что здесь, за то, что говорить, слушай, меня это не устраивает, говорить словами, словами через рот и говорить «я» сообщением, мне так не нравится, то есть говорить про себя, не то, что ты дураναстала нас уже писать, ну, то есть не обвинять ее, а говорить про себя, ты знаешь, мне это неудобно, мне это неудобно, я вижу наши отношения вот так, это не просто, если ты раньше этого не делал, да, говорить о том, что я вижу отношения, вот я могу общаться вот столько, вот у меня в неделе есть три часа для того, чтобы общаться, для того, чтобы куда-то вместе выходить, например, и здесь могут дальше пойти другие жесткие манипуляции, вот ты раньше была не такой, ты изменилась, и да, я изменилась, сейчас у меня есть вот эти задачи, и они приоритетнее, чем вот наше общение, да, это так, ну, действительно, это так, вот я со своими подругами, например, я точно знаю, что я у неё в приоритетах после детей, её отношений, там ещё чего-то, да, и я уже на каком-то месте, и она у меня точно так же, и она об этом знает, ну, то есть как бы всё нормально, всё хорошо, потому что да, есть приоритет, который я точно не собираюсь соревноваться с её отношениями, точно не собираюсь соревноваться с её детьми, ну и там какими-то другими важными делами, и у неё то же самое, потому что это нормальный, здоровый подход, если это не так, это всегда ваш выбор, идти за этим манипуляциями, либо этого не делать потому что это манипуляции может открыто говорить об этом случае вот ты сейчас манипулируешь мне это не нравится я вижу манипуляцию слушает нечестно я я не заслужила такого отношения так что у нас со временем про мужей про мужа и продолжаем я не могу построить качественные отношения с мужем где муж по своему желанию дает деньги жене и чувствует потребности семьи нужно либо самой нужно либо самой зарабатывать либо выпрашивать обстановка детства юношество семье отец пьет тиран постоянно куда-то бежали с мамой дома ночевали у кого-то у бабушки отец занимался за руководящей должности делался над нами после работы мог ударить и морально убивал вы не видите связи никаких коллеги вы видите вы видите повторяющийся сценарий вы просто из того что я прочитала плюсики поставьте кто видит прям поставьте плюсики кто видит повторяющийся сценарий который здесь вы который знакомые очки кто видит что девушка отыгрывает все те же сценарии давайте вам видно ну смысле понимаете это то о чем я говорила вначале то о чем я говорила в начале в горелой ситуации человек жил папа третировал деньгами сто процентов шантажировал издевался как мог да мог ударить и морально убивал прекрасно но в этой ситуации ты привыкаешь в любой джон и самой ситуации человек привыкает жить привыкает ему там не комфортно ему там плохо но он там жить умеет он научился и во взрослой жизни я миллиард раз приводил этот пример вот прямо знаете вот как будто вы мой пример подсмотрели серьезно я именно такая хрестоматийная история и во взрослой жизни человек выбирает так жить выбирает это же вы выбрали это не кто-то вас заставляет вас кто-то кто-то долл пистолет стоит над вами про и говорит продолжать жить так нет понятно что здесь не такая жесткая история да то есть спасибо что муж судя по всему не пьет не бьет это уже хорошо да то есть настолько не пошли эту ситуацию хотя могли ну то есть но ситуация зависимости да вы с вы ее сохраняете и вы не не выходите хотя здесь все просто в смысле выпрашивать ну то есть это как вот у нас есть такие вот такие такие-то расходы да скорее всего на вас лежит какие какие-то обязанности я выполняю эти обязанности либо я иду работать да и часть обязанностей часть обязанности ты забираешь на себя до либо я их выполняю и мы организовываем семейный бюджет смысле выпрашивать деньги на что ну то есть не совсем и чувствует потребности семей а вы на еще на потребности семьи выпрашиваете да как в этом фильме 1 плюс 1 нет ручек нет мороженого или как-то меня нет ручек нет конфетки когда он стебанулся инвалидом за которому должен был ухаживать и вот здесь ровно то же самое в смысле не дожди нет денег нет еды ну как бы как-то на потребности семьи надо выпрашивать вот нам нужно вот у нас вот такой бюджет вот столько мы тратим на это на это и на это ну ты как на это ты на это даешь или что я как должна из воздуха это делать в смысле почему разговариваете почему я должен упраживать вот просто почему вот нас есть такой бюджет я предлагаю тебе переводить на карту частями там или одним махом как тебе удобно если этого не будет значит на следующий нас не будет обед очень удобно ну и как я уже сказала несколько раз за получать деньги женщине все-таки очень полезно на потому что тогда таких ситуаций в принципе не происходит так у меня муж также делал только папа было такое что отрабатывал но это не не обязательно вы что-то отрабатывать до могла могла ситуация быть абсолютно разные да то есть вот сейчас по этому вопросу я не могу ответить ничего ну то есть я не знаю что там еще происходило ну то есть там может быть миллион разных вариантов и какой из них имеет место быть сложно сказать чуть подробнее пишите вопросы подробнее тогда буду отвечать здравствуйте как проработать боль с правой стороны тела благодарю сходите к врачу для начала если врач скажет что у вас все хорошо пройдет все обследование тогда идите психологу и разбирайтесь потому что не 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 фактом иногда банан просто банан до психика и тело очень связаны но просто какие-то физиологические моменты биологию не надо отметать это нормально что иногда у людей что случается и до нужно нужно в том числе проходить обследование проявлять внимание к своему телу а как профилактически какие-то проводить как называется в общем чек-как датика ухаживать на за собой следить я же не знаю что у вас происходит может быть вы 10 лет не были врача у вас что-то на самом деле что какой-то сбой в организме и я сейчас что-то посоветую да нет сначала вот во всех этих историях сначала идете и традиционными методами проверяете что у вас а потом уже если там ничего не нашли либо нашли но вы понимаете что это как-то вот может быть тогда идете к психологу разговаривать как понять созависимые отношения или нет да созависимые отношения когда вы сохраняете отношения несмотря на свои чувства да вам плохо а вы прям все равно здравый смысл говорит беги беги отсюда здесь будет только хуже вы такая нет нет он хороший он просто запутался я его сейчас спасу и спасаете сидите прям вот и и и и получаете в каком-то смысле удовольствие потому что вы же белом пальто когда вы когда вам страшно до того что что то изменится потому что эта стабильность хоть и дебильная абсолютно но она есть то есть вы понимаете что человек себя будет вести так чтобы быть себя вести вот как-то так тоже в ответ то есть у вас есть это равновесие в голове хреновенькая но равновесие и вас общий ужас как это я у я от него уйду ли он меня уйдет или там она да не значит мальчики будет смотреть ужас кошмар катастрофы я такого человека не найду больше никогда и слава богу хочется сказать не найдете это прекрасно когда смысл и цели в жизни вокруг партнера хочется да то есть без него никак без него там смысла нет когда размытые личные границы тоже да когда вы лезете туда и когда ваши вечные границы тоже залезают когда низкая самооценка когда вы понимаете что это ну что действительно это так когда детская и родительская модель поведения ущерб развития взрослой позиции да то есть вы либо проваливаетесь или ваш партнер в родителя это излишняя опека такое вот я сказал да то есть указывающие полностью до давлеющие либо какая-то детская история ну то есть это вот в жертву я ничего не решаю в инфантилизме а дети страдают во всех ситуациях в первую очередь к слову говоря ощущение невозможности что-то изменить в отношениях да то есть никак не могу я никак не могу делать ситуации не поменять ничего вот к сожалению да я ничего не могу изменить вы можете много вы можете много не надо блин сидеть и ждать когда что-то произойдет на самом деле не надо я вот вас прямо очень сильно прошу если вы если вы понимаете что в этих отношениях это не существовать не невозможно значит нужно что-то с этим делать неспособность проявлять искренние чувства партнера да то есть какая-то наигранность надрыв вот этот вот это тоже просто про созависимость жертва постоянное принесение себя в жертву в этих отношениях опять-таки потому что быть находиться в жертв находиться спасатели это же классно там куча куча всяких скрытых выгод и и да они есть и подсознание очень прекрасно этим пользуется на то есть тебе становится хорошо потому что и плохо ну короче говоря я думаю что вы об этом слышали кто понимает о чем я говорю когда про вторичные выгоды понятно ли что о чем я давайте плюсики или сердечки да что побыстрее увидел сердечки понятно ли когда о чем я говорю когда речь идет о о вторичных выгодах когда вы себе приносите жертву когда вы играете спасателя вот когда понимаете ли о чем тут не понимаете хорошо то есть например вот алкоголик да вот вот прямо ноги вижу вижу сердечки партнер алкоголизм впал и ты его спасаешь ты вот те плохо ты вот как-то пытаешься такие крайне крайности беру ты пытаешься там что-то сделать что без без тебя он вообще там сопьется быть плохо там в окно выйдет там еще чего-нибудь как вы при этом выгляните хорошая девочка которая старается которая которая возьмет и спасет человека при этом при всем вы получаете внимание вы получаете сочувствие надо же вот она вот такая молодец вот ей вот не повезло да но она старается найти тащились отношения нахер нахер просто у вас одна единственная жизнь одна единственная жизнь а вы ее вы ее тратите на что черте что вот я сейчас очень часто говорю что я к 40 годам начала понимать что жизнь на самом деле одна и она свистит просто свистит поэтому вот пожалуйста да если вы хоть где-то себя вы или то можете смело говорить про созависимые отношения тогда здорово здорово я знаю так у нас еще пара тройка вопросов вот проблемы со свекровью игру на сегодня про отношения у нас прям про отношения два вопроса осталось все прекрасно как раз на них отвечу в разных городах и я вас с этим искренне поздравляю 25 лет брак после марафона автор жизни часть 1 перестала обращать на нее внимание так как стала а то стало из-под тишка кусать меня высказываниями глупыми детям рассказывает гадости про меня вы сейчас вот не на сейчас может создаться впечатление что на авторе жизни учат относиться плохо к свекровью нет там там этого нет понимаете в чем дело нужно не только обрывать отношения нужно их учиться выстраивать ну то есть и так прости я прошу прощения что во что-то рисов я прям прям так ничего выстраивать отношения тоже нужно особенно со свекровью потому что это женщина которая вам дала это мужчина которая его воспитала сделай вот таким что вам понравилось сделала его таким что вы с ним живете у вас с ним все скорее всего хорошо раз 25 лет брака что она что сейчас делает все кровь его кстати искренне порекомендовала искренне порекомендовала поработать посмотрите мой эфир про родители и деньги отлистайте он недалеко и там несмотря на то что эфир родители и деньги там про выстраивание отношений там про семейные системы и в том числе говорю про отношения с родителями про отношения с мамой вот послушайте про отношения с мамой вам очень эта информация пригодится рвать отношения это не то же самое что их выстраивать вы поймите правильно свекровь почему что она делает вот у кого есть варианты давайте что делается и кровь что она хочет получить когда высказывали какие-то детям что-то говорит какие какие-то там как-то из-под тишка кусает да вот выражаясь словами автора вопроса давайте быстренько три-четыре варианта вот это в смысле от вас жду очень сильно просто хочу понять да на одной волне или нет что какие сигналы посылает свекровь конкретно что она хочет давайте вы тут тоже специалисты вы не не первый раз на эфире вы тоже разбираетесь в отношениях что хочет донести сикар а я пока еще водички из горла любовь признание какие еще варианты рида ира хорошо кто и кто еще какие еще хочет получить что 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 все кровь внимание к себе хочет эфир можете посмотреть записи вы готовой спасибо дорогая да вы к тв можете посмотреть от листа эти найдете он благо недалеко 2 или 3 недели назад это было обязательно посмотрите хочет привлечь себе внимание вы какое-то смотрите вот я говорю вы все здесь умница сидите вы разбираетесь в отношениях очень хорошо наверное я считаю что перестали ценить что собственно и означает что собственно и означает так вопрос кстати не забыть не забыть собственно и означает внимание конечно и ира из риги судя по всему судя по нику написал о том что любовь и признание на признание то есть по сути это вот с вниманием любовь вы не должны родителям а свекровь она вот ну по иерархии она близко к родителям все-таки находится любовь вы не должны им отдавать а вот внимание и признание да это ваша обязанность почему я говорю посмотрите слушайте прямо вот всем к всем кто задал вопросы на эфир родители и деньги вы прямо берете и смотрите или родители финансы как он там назывался я думаю суть вы поняли потому что вы эту иерархию просто растоптали по сути да не несмотря понимаете марафон то здесь он дает инструменты но то как вы их встраиваете свою жизнь это уже это это уже ваша работа да я я и нет нет на авторе жизни такого чтобы разорвать отношения это ваше это ваша семейная система вам с ней в ней жить вам вниз в ней существовать если вы начинаете что-то отрезать туда кстати и деньги скорее всего могут страдать если вы начинает человека выкидывать и в целом человек вам шлет сигналы что вот здесь не так я хочу чтобы ты это не ну подсознать не то что не то что она специально это делает а просто она чувствует какой-то недостаток и это вызывает определенную реакцию психологии она порой точнее математики работает вот здесь как раз тот случай вы не дадаете вы закрылись я в домике меня не трогать не надо все я в это вот ваши вот не лезу нет так не работает это 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 ваша задача разобраться вот с этой ситуацией внимание признание воздать воздать все что полагается начните выстраивать отношения вот это оказывает знаки внимания я вас уверяю что все начнет меняться тем более в разных городах ну это это вообще элементарно передавать периодически подарки слайд привет по телефону и говорить о том что спрашивать как у вас здоровье как у вас дела все очень просто ну вот 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 так да то есть внести порядок в эту систему сейчас система нарушена сейчас система страдает и будет прилетать постоянно и с этой стороны в том числе то есть вы вы там эту систему отрезали разрушили решили что все ко мне не относится нет относится она она относится к вам как угодно поэтому ваша задача это выстраивать так и последний вопрос а нет еще там был знаете отвечу где писала девушка прекрасная не знаю как вас зовут я работаю это я ничего не делаю мы моя зарплата это слезы а вот он работал это же труд обесценивались мои слова труд и так далее не хочу повторения хочу проработать чтобы мужчина меня ценил прорабатывайте приходите приходите в терапию и приходите на марафон и сейчас так сходу не знаю что что к этому относится автор жизни наверное про вообще в целом про выстраивание отношений либо в терапию вам нужно работать чтобы мужчина ценил вам нужно работать чтобы вы себя ценили чтобы вы себя начинали ценить потому что обесценивание если человек ценит себя он этих обесцениваний то есть смотрите как происходит когда мы допускаем что человек пройдет через наши фильтры да вот сетку комит сетку представьте и вот через эту сетку начинает просеиваться песок и вот маленькие такие песчинки пролезут а крупные песчинки останутся не пройдут потому что ну невозможно да через эту сетку там комит здорово как каменюки пролезть не получится вот так же здесь если ваши фильтры настроены таким образом что через них не пролезет до человек который будет вас обесценивать который будет там манипулировать ну или еще что-то будет делать то что неприемлемо то что через ваши фильтры не проходит вам не нужно ему будет доказывать ничего потому что он к вам не подойдет на пушечный выстрел он издалека увидит что здесь делать ничего поэтому начинает нужно работать сначала с собой прорабатывать не с мужиками не с не с тем чтобы как-то вот ему что-то объяснить и доказать нет только с собой только с собой работал и все нормально он пролез к вам потому что к вам в ближний круг потому что потому что потому что вы к себе относились вот так ваши фильтры были настроены так что он они были огромные и он через них пролез понятно работать нужно обязательно и знаете можно самостоятельно я сейчас подумала до марафон и самостоятельно можно читать книги можно идти на марафон и можно идти в терапию самостоятельно можно но это будет медленнее ну то есть не то чтобы это прям автор жизни 1 октября вот стартует первой неделе бесплатно запись по ссылке в описании профиля студии обратите внимание добрый день 2020 году лена отлично будем будем знакомы ли на 2020 году с пандемии потеряли семейный бизнес туризм сочувствую тяжело переболели вирусом скотчей побочек супруг быстрее меня восстановился пошел на работу наемного работника он без исходности новые там нужно бесцениваете там иногда в найме тоже хорошо бывает я же ушла в депрессию меня никогда за 40 лет такого не было выходила со специалистом сейчас намного лучше прекрасно здорово однако не могу выйти на работу есть страх делать ошибки или не справиться много не доделываю или сливая встречи со знакомым прям вакуум из которого не могу выйти потому что вы не закончили выходить из этого состояния вы еще не доработали я думаю что вы ходили наверное с психотерапевтом скорее всего с психиатром если прямо говорить о депрессии то я так понимаю что это было уже врачебная помощь я вам сильно рекомендовала сейчас обратиться психологу ну искренне потому что это врач скорее всего снял какие-то острые симптомы да вы из этого вышли но еще поработать с энергетикой поработать со смыслами да что я хочу делать там еще есть с самооценкой да с травмой конечно же это травма бизнес блин потерять это это катастрофа и я понимаю почему вы говорите от безысходности пошел пошел найм да потому что для вас это скорее всего бизнесу много лет вы абсолютно отвыкли мыслить уже как как наемный работник и у вас все восстановится все у вас восстановится но вам нужно вам нужно включаться и я знаю что включаться сил нет при этом при всем почему я говорю что вам нужно поработать лучше всего поработать все-таки с большим вниманием к себе потому что это не шуточки у вас правда все восстановится вам будет прекрасно и муж ваш справится да сейчас сейчас очень хорошие условия на самом деле создаются для того чтобы для того чтобы включаться для того чтобы возвращаться но для того чтобы что-то делать нужны силы энергия и этим нужно заниматься вот как-то так понимаете дорогие я вам искренне желаю чтобы у вас все вышло на на прежний уровень нет на уровень лучше чтобы было более классно интересное что было прям очень очень хорошо не буду сейчас разбирать да что сделать страх ошибки и не справиться говорить о том что нужно потихонечку маленькими шагами брать совершенно какие-то маленькие 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 варианты заработка да потому что вам прям рано еще ну то есть вам сначала нужно с собой очень очень качественно поработать женщины не могут я проводила в телеграме что ли проводила эфир на тему на тему того как в чем отличие как какое про состояние женщин до в котором она которым она зарабатывает женщине правда отличаемся я за равные права и за все вот такое вот но мы физиологически отличаемся и во многих вещах психологически тоже отличаемся вот нам для того чтобы работать для того чтобы деньги приходили нужно хотеть хотеть быть в состоянии кто понимает о чем я говорю и согласен со мной сердечки будем будем заканчивать эфир а вот на зубах женщины не вытягивают сложно и нам нам вам всем это делать на этой радостной ночи мы не согласны со мной почему а вот сердечки полетели хорошо как вы скорее всего большинство же из нас все-таки понимают о чем речь идет до когда мы говорим про то что деньги приходят у денег ножек нет намного легче и проще зарабатывать когда ты там состоянии когда ты можешь отдавать много этому миру отдавать можно когда у тебя у самого что то есть когда этого много поэтому устраивать отношения учитесь говорить учитесь отстаивать свои свои личные границы это блин важно это важно никто вас за вас этого не сделает никто не будет или мы удобны в таком вот не очень для нас хорошем состоянии людям правда удобнее потому что когда мы в вине там в какой-то внутренней неустроенности нами очень легко управлять это же классно это же очень очень удобно и хорошо поэтому выбирайтесь из этого начинайте выходить маленькими шагами но стремительно автор жизни с 1 октября я всегда здесь instagram . писала и есть продублирую в описании все пока пока эфир сохраняем и через две недели встречаемся здесь же на горячем разборе обязательно пишите вопросы пока вот он Продолжение следует... Продолжение следует...